Уже более недели на территории нашей страны проходят всевозможные акции, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как уже заведено, Каспийск не остается в стороне. Из нашего города уже отправились по памятным местам сражений автоколонна, а в прошлые выходные был организован мотопробег. Теперь черед за велосипедистами. Более 30 любителей двухколесного транспорта из разных уголков Дагестана приняли участие в акции памяти. География участника велопробега довольно обширная. От Акушинского и Сиргакалинского районов до Кизляра и Махачкалы. Организатором этой акции выступило Министерство по делам молодежи республики. Из трех пунктов – из Дербента и селений Акуша и Гунип – старт велопробегу был дан ровно в 8 утра 6 мая. Далее колонна двинулась в сторону селения Левашим. Они через Сиргакалу и Первомайск направились в Избербаш, где их уже ждали участники велопробега из Дербента. Вся группа вместе приехала в наш город, где их торжественно встретили каспийские велосипедисты. Это делается во благо мира, во благо мира и будущего нашей страны. Поэтому сегодняшний велопробег – это еще раз подтверждение нашей солидарности и поддержки всех тех акций, которые проводились и проводятся в честь знаменательной даты, даты великой победы в истории нашей страны и мира. Главная цель мероприятия – не просто патриотическое воспитание, а солидарность со всей страной, которая отмечает 70-й юбилей победы, подчеркивают участники акции. Свою точку зрения каспийская молодежь готова выражать громко во все услышание через стихи военных лет. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина. И тех, кого сегодня нет с нами. Далее вся делегация двинулась на возложение цветов в памятнику скорбящей матери. Именно это место стало отправной точкой в продолжении пути. После велоколонна уехала в Махачкалу, где приняла участие в параде наследников победы. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.